Продолжение следует... Продолжение следует... Действительно, то, что хорошо для сердца, хорошо и для глаз. Умеренные занятия спортом, регулирование веса, малокалорийная и обезжиренная диета с преобладанием овощей и фруктов, отказ от курения могут значительно уменьшить риск заболеваний наиболее распространенными болезнями глаз. Последние исследования показали, что определенные упражнения могут улучшить и сохранить ваше зрение в течение всей жизни и снизить риск заболеваний глаз. Они помогут вам сохранить хорошее зрение в течение всей жизни. Выражение «исправить» либо «потерять» относятся и к зрению. Ваши глазные мышцы также накачивают силу, приобретают координацию и гибкость во время работы. Но если глаза действуют с помощью мышц, разве нелогично поддерживать их в хорошей форме? Здравствуйте, я Мэрилин Рой, автор программы «Тренинг для глаз». Благодарю вас за то, что вы воспользовались моей программой. В течение нескольких лет я старалась объединить поддержание нормального веса, занятия аэробикой и спортом в единый здоровый образ жизни. Я взяла за основу фитнес-программу и естественным образом применила ее к тренингу глаз. Несмотря на то, что я вот уже 20 лет ношу очки, я заметила улучшение зрения уже через месяц. Будьте осторожны на дороге. А уже через 13 месяцев я сдала экзамен на водительские права, без очков. Мне больше не нужны очки для того, чтобы хорошо видеть. Я рассказала о своих успехах на своем сайте, теперь я могу следить за игрой, сидя на самой высокой трибуне, смотреть спектакль в театре с последнего ряда и кататься на лыжах без уродливых очков. Это до сих пор меня поражает. С тех пор, как я написала свою первую книгу «Глаза аэробика. Как улучшить зрение», которая издана на пяти языках, я узнала, как много людей естественным способом улучшили свое зрение. Причем каждая профессиональная категория имеет свою методику. Среди занимающихся повседневным улучшением зрения профессиональные звезды бейсбола и претенденты на олимпийское золото. Туристы, профессора, студенты, солдаты, ученые, учителя, торговцы, пилоты, писатели, врачи, инструкторы йоги, адвокаты и работники здравоохранения и многие другие. Глаза аэробика. Как улучшить зрение? В этой программе я расскажу вам о некоторых простых, но очень действенных упражнениях, которые вы можете внести в график ваших повседневных дел. Они не займут много времени, но принесут ощутимые результаты. Когда вы освоите эти упражнения, вы можете включить их в свою повседневную деятельность, и у вас появится много практики без затрат времени. Если вы еще не решились заняться этой программой и не поняли, насколько эти упражнения важны для вашего здоровья, вы можете сначала ознакомиться с прилагаемой брошюрой, в которой содержится описание всех упражнений. Дальнозоркость, нормальное зрение, близорубость. Процесс сохранения хорошего зрения – это результат поддержания его баланса, благодаря которому вы одинаково хорошо видите вблизи во время чтения и далекие объекты. Кроме того, вы должны уметь быстро переключаться. Если вы перестанете поддерживать баланс зрения, то заметите, что начинаете постепенно терять возможность четко фокусироваться в одном из концов спектра зрения. Например, если вы постоянно, целый день фокусируетесь на близких предметах, то заметите, что к концу дня далекие объекты становятся расплывчатыми, или вы все время читаете в очках, скоро вы не сможете без них обходиться. Дальнозоркость. Расслабление – важная составная часть хорошего зрения. Часто плохое зрение развивается из-за напряжения мускулов, которое не позволяет им расслабиться, чтобы хорошо фокусироваться. Девенадцать упражнений Мэрилин Рой покажут вам, как с помощью мимики научить глаза фокусироваться естественным образом. Ваши глазные мышцы поддерживают и развивают силу, координацию, гибкость и мышечную память во время их использования. Если очки проводят фокусировку за вас, мышцы глаз не получают необходимой тренировки, чтобы четко фокусироваться. Поэтому упражнения важно выполнять без очков. Если вам трудно обходиться без очков, попробуйте воспользоваться более слабыми очками или обратитесь к врачу за новым рецептом очков или линз. Не полагайтесь во всем на очки для чтения и для дали, чтобы ваши глаза получили возможность фокусироваться сами. Большинство из описанных ниже упражнений можно делать, удобно расположившись дома в кресле. Помните, обходитесь без очков только тогда, когда это не подвергает опасности ни вас, ни окружающих. Начнем с нескольких упражнений на расслабление. Первое расслабляющее упражнение — это закрывать глаза ладонями. Сначала потрите ладони друг от друга, чтобы их разогреть. Закройте глаза и положите на них ладони. Они должны легко лежать на костных основаниях вокруг глаз, но не касаться век. Тепло и темнота расслабят ваши глаза, и вы заметите, что стали различать контуры более четко сразу после занятия этим упражнением. Второе упражнение — сделайте перерыв в работе вблизи. Не забывайте примерно каждые 10 минут отрываться от чтения и фокусироваться на дальних предметах. Моргание также помогает глаза менять фокус и увлажнять роговую оболочку глаз. Дальний фокус сам по себе более расслаблен, чем ближний. Следующее упражнение — движение на расслабление. Встаньте, ноги немного раздвинуты. Делайте ритмичные повороты телом так, чтобы голова и плечи смотрели то в одну, то в другую сторону. Пусть руки в расслабленном состоянии следуют за движениями тела. Глаза должны быть раскрыты так, чтобы вам казалось, что мир как бы проплывает мимо вашего взгляда. Расслабьте все тело. Если вы не можете стоять, медленно поворачивайте голову из стороны в сторону, для того, чтобы расслабить мышцы шеи. Следующее упражнение на расслабление — это взгляд из окна. Если вы работаете в помещении, подойдите к окну и посмотрите наружу на более яркий дневной свет. Простой взгляд вдаль поможет вашим глазам менять фокус и расслабляться. Фокусирование Первое упражнение на фокусирование — использование таблицы проверки зрения. Повесьте на стену таблицу, чтобы проверять зрение утром и перед сном. Если у вас близорукость, пользуйтесь таблицей на расстоянии, если дальнозоркость вблизи — на расстоянии чтения. Из-за того, что вы расслаблены, когда просыпаетесь утром, вам может показаться, что именно в это время суток вы лучше всего видите. Даже просто для того, чтобы остановить процесс ухудшения зрения, надо немало потрудиться. Следующее упражнение — фокусирование на квадратах. Фокусирование на квадратах тренирует перекрестные и фокусирующие мышцы. Это упражнение эффективно как для близоруких, так и для дальнозорких. Дальнозоркость — нормальное зрение, близорукость. Если вы дальнозоркий, у вас недостаточный фокус, если близорукий — избыточный. Для начала держите квадраты на удобном расстоянии от глаз. Слегка пересеките взгляд глаз так, чтобы на странице появилось три квадрата. Если вы не знаете, как перекрещивать взгляд, есть легкий способ этому научиться. Держите палец между учебным пособием и носом. Не смотрите прямо на бумагу. Периферийным зрением вы увидите, что между двумя квадратами появляется третий квадрат. Медленно уберите палец и постарайтесь четко сфокусироваться на третьем квадрате. Вы должны видеть то же, что и на этой диаграмме. Медленно уберите палец и настройте взгляд так, чтобы вы могли прочесть слово «хай» четко в центре среднего. Слово будет казаться туманным, как будто оно находится за бумагой. Если вам трудно делать это упражнение, попробуйте его выполнить, используя дальнее зрение. На этот раз посмотрите вдаль, установите квадраты между глазами и выберите для фокусирования далекий объект. Пусть ваше внимание будет сфокусировано вдаль. Несмотря на бумагу, периферийным зрением вы снова заметите, что на странице появляется третий квадрат. Медленно опустите глаза и настраивайте взгляд, пока средний квадрат не станет четким. Это должно выглядеть, как на этой диаграмме. Слово должно казаться туманным, находящимся как бы перед бумагой. На этот раз попробуйте пододвигать страницу к себе и отодвигать ее от себя, держа при этом в фокусе средний квадрат. Мне потребовалась неделя для того, чтобы освоить все элементы этого упражнения. Поэтому не расстраивайтесь, если сначала вам будет трудно. Если вы освоили это упражнение, попробуйте его усложнить, увеличив расстояние. Следующее упражнение — фокусирование на квадратах для близоруких. Повесьте копию квадратов на стене, рядом с таблицей проверки зрения. Создайте третий квадрат. Вы можете установить дальний фокус, дотронувшись до своего носа, как бы между квадратами, и медленно отступая назад. Посмотрите, насколько далеко вы можете отойти до того, как третий квадрат пропадет. Научитесь моргать, сохраняя при этом образ, чтобы давать глазам отдохнуть, когда им это необходимо. Можно научиться отступать назад на расстоянии 20 футов, около 7 метров, держа при этом образ. Когда вы научитесь свои глаза работать вместе, отодвигаясь все дальше и дальше от стены, вы заметите, что уже более четко видите таблицу. Если я занимаюсь работой вблизи и вижу объект расплывчато, я могу немедленно улучшить свой дальний фокус, проделав это упражнение. Учитесь пересекать взгляд и выполняйте это упражнение в разных вариантах. Давайте сделаем другое упражнение «Близко-далеко». Цель этого упражнения – тренировка глаза для автоматической настройки фокуса от ближнего к дальнему. Это разностороннее упражнение послужит хорошей практикой автоматической настройки фокуса. Надо сказать, что это довольно сложное упражнение, и при его выполнении ваши глаза быстро устанут. Упражнение будет наиболее эффективным, если вы сконцентрируетесь на работе именно в наиболее туманной для вас зоне и будете использовать буквы или рисунки с острыми, четко очарченными углами. Если вы будете слишком долго работать в туманной зоне, ваши глаза не смогут различать все подробности изображения, и их разрешающая способность уменьшится. Удобно сядьте в кресло или на стул, взяв что-нибудь для чтения, положите книгу или журнал с напечатанным текстом на стол перед собой. Повесьте на противоположную стену таблицу проверки зрения или любой другой напечатанный материал. Убедитесь в том, что шрифт достаточно большой, чтобы его видеть. Он может быть расплывчатым, но, по крайней мере, вы должны его различать. Сфокусируйте глаза на шрифте, которые вы видите наиболее четко, затем переведите взгляд на ближайшие буквы, напечатанные таким же шрифтом, и постарайтесь сфокусировать на нем свой взгляд. Если вам не удается навести фокус, немного пододвиньте таблицу до тех пор, пока вы сможете спокойно переходить от одного шрифта к другому. Когда вы научитесь это делать, переведите взгляд на менее разборчивый шрифт и дайте глазам навести на него фокус. Продолжайте переводить взгляд в трех направлениях. В один прекрасный момент вы обнаружите, что уже не замечаете, как глаза настраиваются на все три расстояния. Это хорошая возможность научить глаза работать быстро и автоматически. Это умение станет хорошей наградой за потраченные усилия. Каждый раз, когда вы занимаетесь, придерживайтесь следующих принципов. Если вы плохо видите вблизи, пододвигайте книгу ближе и дайте глазам автоматически лучше разбирать шрифт. Если у вас близорукость, делайте противоположное тому, что делают дальнозорки. Отодвигайте книгу как можно дальше. Очень скоро ваши глаза начнут расслабляться на новом расстоянии, и сила их фокусировки возрастет. Вы можете ускорить процесс, работая отдельно с наиболее слабым глазом, до тех пор, пока он не станет фокусироваться так же хорошо, как и более сильный глаз. Занимайтесь упражнением близко-далеко на своем рабочем месте. Я так устроила свое рабочее место, что могу делать это упражнение каждый раз, когда работаю на компьютере. Экран расположен под углом примерно 45 градусов, а материалы для чтения на ближнем и среднем расстоянии от глаз. Величину этих расстояний можно менять, выбрав для практики оптимальный вариант. Если вам трудно научиться пересекать взгляд, выполняйте упражнение схождения в одной точке. Конвергенция. Разместите какую-нибудь нарисованную фигурку, в данном случае бегуна, на удобном для вас расстоянии, чтобы вы могли четко на ней фокусироваться. Медленно подводите рисунок ближе к носу, продолжая держать его четко в фокусе. Проверьте, насколько близко к носу вы сможете пододвинуть рисунок до того, как он начнет раздваиваться. Вместо рисунка можно пользоваться пальцем, ручкой или любым другим предметом. Следующее упражнение называется «Подъем и растяжение бровей». Координация глаза должна быть комплексной. Когда меняется фокус, одни мышцы расслабляются, а другие напрягаются. Целью данного упражнения является выработка способности чувствовать, как напрягаются и расслабляются мышцы вокруг глаза, что достигается движениями преувеличенной силы. Делайте упражнение нежно, но чувствуя напряжение. Начните с подъема бровей так, чтобы почувствовать поперечное напряжение перед глазом, а затем расслабьтесь. У вас должно быть такое чувство, что вы занимаетесь изометрией, напрягая мышцы под кожей, снимая напряжение. Теперь напрягите мышцы над верхней частью щек, создавая напряжение, как будто вы подтягиваете мышцы по бокам лица, затем расслабьтесь. Проделайте каждое упражнение несколько раз, а потом постарайтесь делать два упражнения одновременно. Вы можете еще больше усложнить это движение, переводя взгляд вверху, вниз и из стороны в сторону во время выполнения этого упражнения. Через некоторое время вы станете замечать, когда вы создаете напряжение, а когда расслабляетесь, и почувствуете, как это улучшает или снижает остроту зрения. Вы также сможете почувствовать небольшие толчки и потягивающие движения вокруг глаз, когда увеличится гибкость мышц, и они начнут автоматически реагировать, устанавливая наилучший фокус. Это упражнение называется полукруг. Начните с движения глазами по большой дуге снизу слева, вверх и вниз направо, и обратно. Вы можете проделать такую же дугу рукой, если вам так удобнее. Повторите упражнение 10 раз. Затем пройдите по нижней части круга сверху слева, вниз и наверх, направо и обратно. Повторите упражнение 10 раз. Можно также делать полукруги с левой и с правой стороны. Вы можете заметить, что некоторые движения вам легче координировать, чем другие. Больше работайте над движениями, которые даются вам сложнее. Последнее упражнение – концентрические круги при астигматизме. Обычно я делаю это упражнение, когда смотрю телевизор. Это позволяет сразу расширить поле зрения, давая возможность понять, насколько искаженно вы видите предмет. Причина появления астигматизма в том, что мускулы, расположенные вокруг глаза, сокращаются в разнобой, а это может привести к изменениям роговой оболочки глаза. Астигматизм влияет, как вы видите, на объект по горизонтали, вертикали или по диагонали. Если у вас астигматизм, вы заметите, что на расстоянии форма круга может изменяться, а форма маленького круга может изменяться при низком фокусе. На круге могут появиться полосы, серые пятна, и на расстоянии круг даже может выглядеть как калейдоскоп, а не множество черно-белых линий. Повесьте картинку рядом с таблицей, чтобы смотреть то на нее, то на таблицу. Встаньте там, откуда вам удобно видеть центр круга, и обратите внимание на то, что концентрические круги идут по всему кругу. Теперь подойдите, а затем отойдите от круга. При этом вы заметите, что очертание круга начинает искажаться или даже ломаться. Если это происходит, попробуйте расслабиться и настроить фокус глаз так, чтобы снова увидеть центр круга. Подойдите ближе к плохо видимой зоне и сфокусируйте оба круга. Другой способ это попытаться сфокусироваться на полосе, расположенной рядом с внешним краем круга и направить взгляд глаз вокруг круга, стараясь увидеть цветную линию, проходящую сквозь просветы круга. Сначала вам может показаться, что пройти сквозь просветы круга невозможно, но если у вас однажды это получится, вы заметите, что ваше зрение становится более гибким и скоро вы легко будете четко видеть круг. Как я уже говорила в начале, я обычно вешаю рисунок с кругами и таблицу рядом с телевизором, чтобы заниматься, когда его смотрю. Вначале мне было трудно сидеть в двух метрах от телевизора, а теперь я сижу на расстоянии пяти метров. Я почувствовала, что смотрю телевизор на этом расстоянии в более расслабленном состоянии. В заключении я советую вам включить занятия тренингом для глаз в вашу ежедневную практику. Когда я стала улучшать свое зрение, я начала всего с пары упражнений. Я выбрала наиболее эффективное фокусирование на квадратах. Мне это понравилось, и я даже создала несколько его вариантов. Я очень быстро поняла, что как только я освоила основы этих упражнений, я могу заниматься где угодно и в любое время. Это сделало занятия более интересными. Я была близорукой и стала практиковаться во время посещения кино, спортивных соревнований и театра, во время прогулок или даже занятий спортом в зале. Постепенно эти упражнения стали частью моей жизни и помогли мне улучшить зрение. Вы сами, наверное, уже убедились, что для улучшения зрения полагаться только на очки нельзя. Это даже может привести к дальнейшему ухудшению зрения. К счастью, появляются все больше информации о пользе повседневной терапии зрения. Начать заниматься по программе терапии зрения это лишь первый шаг в работе над улучшением зрения. Программа упражнений для глаз дает вам лишь инструменты для этого, так же, как диета и фитнес. Программа упражнений для глаз научит вас, как изменить свое поведение и привычки, чтобы со временем исправить ваше зрение. Для улучшения зрения очень важно правильное питание и общее физическое развитие, поэтому придерживайтесь здоровой диеты, занимайтесь спортом, и тогда упражнения для глаз принесут вам ощутимую пользу. Выражаем особую благодарность Гретхен Варден за демонстрацию упражнений и диктору Джин Форд. На русский язык фильм озвучен в студии формат АВ. Субтитры создавал DimaTorzok